Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Теперь серьезные вопросы. В первичном звене здравоохранения не все работает эффективно. Это я вам цитирую Владимира Путина. Он говорил на специальном совещании в Кремле вот такие слова. И к 1 октября правительству сначала было поручено разработать ряд мер по модернизации первичного звена здравоохранения. Сейчас ноябрь. Вот в республике что делается или что мы будем делать? Значит вы знаете что Чувашская республика как вся Россия участвует в реализации региональных национальных проектов федерального компонента. Здесь надо сказать Чувашская республика участвует 52. Значит по 11 направлениям 250 миллиардов рублей будет вложено в Чувашскую республику. Это про медицину мы говорим. Здесь мы уже надо сказать здесь сильная сторона наша с вами. Указ главы Чувашской республики с 13 года мы с вами занимаемся строительством модульных федеральных акушерских пунктов. Ну то есть не с нуля мы начинаем модернизировать да сейчас? И здесь надо сказать что мы с вами ни одно лечебное учреждение не закрыли. Мы занимались всегда не оптимизацией, а совершенствованием оказания медицинской помощи. По итогам этого года 206 федеральных акушерских пунктов с 13 года уже будут введены в эксплуатацию. Когда вы сказали что мы ни одно лечебное учреждение не закрыли, то есть ни одна больница, районная или муниципальная какая-то у нас действительно не закрылась? Не закрылась, да. Так вот получается с наличием, да, как раз с доступностью понятно у нас примерно. А современное оборудование, что думаю что туда тоже идут вложения. Вот кадровый вопрос, да, вот здесь у нас какое-то пустое дело? Ну ситуацию если сравнить, мы же всегда мониторируем, анализируем ситуацию не только в Чувашской республике. У нас ситуация лучше по сравнению с остальными регионами. Есть свой медицинский факультет, есть медицинский колледж, этому надо отдать должное. Но лучше не значит идеально, да? Да, не значит идеально. Имеем дефицит специальности, если взять конкретно по первичной звене, сегодня нам не хватает 78 человек. Дефицит первичной звене, особо это остро касается у нас города Новый Чебоксар. 78 человек это что? Физических врачей, специалистов по первичной звене. По всей. Из 380, которые сегодня нам необходимы, вместе с узкими специалистами. То есть, вот как раз и в совершенствовании оказания первичной медико-санитарной помощи и модернизации первичной звена, мы начали очень активно заниматься анализом по нагрузке врачей. О том, что мы со стройками здесь, как я уже сказал, выстроили ситуацию, теперь анализируем по кадрам. Новый Чебоксар из 62 участков, к сожалению, 42 только пока мы имеем специалистов. Но если взять другую статистику по демографии, 100 наших врачей-специалистов находятся сегодня, скажем так, в выполнении демографических показателей. То есть, в декрете? Да, то есть, в декретном отпуске. Здесь что мы делаем? Первое, это целевая подготовка кадров. С 2014 года мы начали этим заниматься и в 2020 году пойдут первые выпускники. Мы с вами знаем, что на медицинском факультете надо обучаться 6 лет. Процедура аградитации и допуск к первичному звену. То есть, мы будем отдельно готовить сразу специалистов именно первичного звена? Сегодня сама система образования позволяет вчерашним студентам, нынешним врачам-специалистам, молодым, проходя процедуру аккредитации при выпуске из медицинской факультеты, уже получать допуск к работе первичного звена. Дальше уже по узким специалистам. То есть, без ординатуры, без всего? Да, дальше по узким специалистам уже это уже переподготовка в течение двух лет по ординатуре. И как пользуются популярностью? Идут как раз вот в это направление, не идя в ординатуру по узким специалистам? Да, и в этом году надо отдать должное то, что мы начали системно заниматься, приходя вместе с главными врачами на медицинский факультет, медицинский колледж. Ну и развитие, и то, что мы приводим сегодня в подобающее состояние нашего учреждения здравоохранения, это... Ну, стимул определенный. Стимул определенный. Понятно. Первый блок – подготовка кадров, то, что мы сказали. Значит, земский доктор, земский фельдш. Благодаря программе «Земский доктор» с момента начала программы мы уже привлекли 426 специалистов и в первичное звено, из них 45% в первичное звено, и по узким специалистам. Заработала программа «Земский фельдшер» 500 тысяч в выплаты. В этом году также запланировано привлечение 65 по программе «Земский доктор» и 46 по программе «Земский фельдшер». Так, понятно, что создаются условия какие-то стимулирующие, да, есть такие пункты. А с точки зрения условий труда, я знаю, что очень многие врачи предпочитают работать в больницах, нежели вот в поликлиниках. Ну, потому что поликлиник – это вообще передовая, да, называют. Потому что очень много пациентов. От пациента действительно есть иногда негатив, когда, например, пациент, он пришел, например, к эндокринологу, он хочет УЗИ щитовидной железы, у эндокринолога всего лишь 5 талонов на весь месяц, и он решает, кому дать, кому не дать. Вот здесь мы как-то именно с условиями труда для врачей, что мы можем сделать, возможно ли что-то? Значит, по условиям труда мы с вами здесь как раз и… Ну, понятно, что красивый кабинет – это вот здорово, а еще? В национальном проекте как раз один из пунктов – это бережливый производство, бережливые технологии. Сегодня, вот, если в поликлинике нашей приходить, мы видим, да, меняются наши регистратуры, они становятся открытыми. Не так, как раньше было там, да, когда окошечка закрыта, там, заклеена, наши учреждения меняются, и пошагово мы это все сделаем. Значит, эффективные рабочие места, значит, информационная система. Сегодня ведь даже на запись, на прием к врачу можно через интернет, да, можно дозвониться, записаться, можно через информаты, информаты. Это тоже наша сильная сторона является… Но это все ведь для пациентов, мы говорим, а для врачам-то как бы какая выгода? Все делается именно для пациентов, для удобства наших врачей. Первое мы удобство для пациентов сказали, второе – это автоматизированные рабочие места, это электронная амбулаторная карта, это электронная история болезни, ведь введением цифровизации задача стоит максимально убрать бумажную бюрократию, чтобы наш доктор мог заниматься конкретно нашим пациентом. А все-таки разделить именно административную часть, как вы говорите, даже работа с электронными, да, как бы историями болезни, и все-таки на врачей, потому что заполнение даже в электронной виде истории болезни – это же на определенный труд. Особенно когда система зависает, и один с админом всю больницу. Система зависает, здесь, значит, правительством распределительной федерации, раз телеком определенным оператором поставки интернет-инслуг, и Михаилович всегда появлялся в нашей лечебной учреждении, спрашивают про качество связи, устойчивость связи, да, то, что все 100% мы сегодня соединили лечебное учреждение оптиковой локальной связью, плюс в рамках национального проекта цифровизации здравоохранения, здесь вкладываются финансово-средства, до совершенствования информационной системы, для того, чтобы мы могли здесь обеспечить качественную устойчивость связи, чтобы наши информационные системы работали. Плюс к этому, в течение трех лет все фельдшеские и акушерские пункты Чувашской республики будут соединены в пиковой локальной связи, высокой скоростной, высокой качественной интернет. Да, сроки определены, финансовые средства определены, поэтому нам остается ждать, чтобы это все состоялось. По поводу лекарств, из аптек летом исчез преднизолон, что случилось и что сейчас у нас есть? Да, была дефектура, на данный момент в достаточном количестве иметь данный препарат в наших лечебных учреждениях. В лечебных учреждениях, а в аптеках имеется? В аптеках имеется. По тому, что сегодня с утра мне докладывали, сегодня данный препарат... То есть это самая свежая информация все-таки, что на данный момент, потому что еще некоторое время назад был все-таки... Да, на данный момент. Здесь в основном связано это с дефектурой. Но это все-таки на особом контроле, правильно? Естественно. Ну что ж, спасибо большое. Я напоминаю, вы беседовали с министром здравоохранения Чувашей, Владимиром Викторовым. Субтитры создавал DimaTorzok